Привет, меня зовут Олега, я работаю младшим инженером в одной из хостинговых компаний Петербурга. Долгое время я работал в саппорте и накопился некий небольшой опыт администрирования ВПС-ок, который как-то синтезировался и я хочу им с вами по-быстрому поделиться. Времени немного, поэтому будем шустро. В общем, почему вообще ломаются ВПС-ки и проблемы возникают? Потому что зачастую у них мало ресурсов, по-первых. То есть если вы взяли какую-нибудь ВПС-ку за 175 рублей с 256 мегабайтами оператива, то, скорее всего, очень скоро вы в нее укрепитесь. Или еще что-нибудь. Базовые зачастую ВПС-ки, опять же, все-таки рассчитаны на людей чуть более продвинутых и идут с базовыми настройками. То есть там какой-нибудь апатч с возможностью запустить там 256 процессов на ВПС-ки с 256 мегабайтами. Ну и хотя при том, что ВПС-ки рассчитываются на более продвинутых ребят, ими пользуются все те же самые обычные пользователи. И не то чтобы они ломают, это происходит нечасто, но они ожидают от них, от ВПС, что все будет работать зашивись лучше, чем на виртуальном хостинге. Но это не так, потому что базовые настройки, потому что ресурсов мало. Соответственно, они после этого пишут нам и просят разобраться, в чем дело. Сейчас пройдемся по утилиткам, которые вы, наверное, все знаете, но тем не менее. Топ. Топ хорош тем, что он есть везде. Вы можете посмотреть нагрузку на процессор, нагрузку на память, по процессам посмотреть ситуацию. Если вы хотите узнать более понаправленно, что с памятью и словом, например, вы используете фри. Минус М – это вывод в мегабайтах. Зачастую пользователь кончается место, почему это происходит, но поговорим позже. Вы можете посмотреть ситуацию с помощью ДФ. Если хотите, вывод в мегабайтах и гигабайтах – минус H. Типа в человекопонятном виде. Далее хорошо вы увидели, у вас мало места. Как найти, что занимает это место. Вот есть утилита DLU, которая выдает информацию по всем файлам, по папкам в той папке, в которой вы запустили. Если вам не нужно углубляться на всю глубину, а посмотреть статистику только по первому уровню, вы пишите «магстепс на 1». Дальше. Если вам лень как бы браузить по папочкам и использовать эту саму ДУ, есть утилитка, которую надо ставить отдельно – НСДУ. Она все это продержится и построит вам топ. И, более того, вы можете заходить в эти все папочки и смотреть ситуацию уже у них дальше. Далее. Ситуация по трафику. Есть такая утилитка EFTOP. Она хороша тем, что она довольно простая и близка к консоли, так сказать. Она показывает информацию по всем соединениям и обстоятельственно общий трафик. Есть утилитка EPITRAF. Она псевдографический интерфейс. То есть вам нужно там поменять, чтобы браузить, что они всем нравятся. Но, тем не менее, я считаю, что она дает более красивый вывод, скажем так, более понятный. Если вам нужно просто посмотреть чисто в килобайтах, сколько трафика идет. А вот утилитка BVM, NG. То есть все просто и наглядно. Дальше. Ситуация CAT с Apache. Самый лучший способ узнать вообще, что происходит, это гребтный тлов. Например, вот такой гребт позволяет вам топ построить по запросам в последнюю тысячу. Тейл минус Н. В последнюю тысячу записей в лобе. Ну, естественно, можно гребт по ошибкам. Ну, как угодно. А вот есть еще страница статуса в Apache. Тут плохо видно. Ну, в общем, она довольно подробно. Она показывает, какие в настоящий момент соединения происходят, какая нагрузка, сколько их было. Там, кто ждет, кто пишет, какие процессы. Это дает довольно подробно. То же самое есть на Nginx, но, к сожалению, в более простом виде. Есть расширенные страницы статуса, но только в платной версии. Да, на Nginx Plus. Бесплатно я вот только вы видите, сколько всего было ригов, рейдов и вейтингов, и сколько их в настоящий момент. Да, ригинг — это запрос заголовков, рейдинг — это ответы всяческие, а вейтинг — это типа live-соединения. Вот, далее MySQL. Ну, в MySQL есть отдельная, точнее, в MySQL нет, есть отдельная интеллидка MyTop, которая показывает все текущие операции, но, к сожалению, на скриншете это сплошные слипы. Но если вместо слипа подставить запросы, это будет оно. А вот еще есть интеллидка скрипт на Perlua, MySQL Tuner. Он, как бы, более подробно все расписывает и дает рекомендации. Если кому-то не видно, то в самом конце есть, как бы, данная, ну, рекомендация, что улучшить. Дальше. Пользователь бывает, он говорит, знаете, у меня там в 6 утра была проблема, я перезагрузил сервер. А вот ты думаешь, а что же у тебя было там в 6 утра? Соответственно, можно поставить интеллидку Atop, которая из-за дательской периодичности записывает состояние с этой, ну, то есть, там, раз в 10 минут, раз в 5 минут. Соответственно, это все пишется в лог, и можно просмотреть и пользоваться. У меня в 6 утра была проблема, ты идешь и смотришь, что уже у него было в 6 утра. Такой краткий список проблем и ситуаций. Очень часто кончается место на диске, память, ну, образно говоря, кончилась. То есть, нагрузка на процессор, бывают скачки посещаемости, там, вотопа налетели, или, не знаю, кто-то выложил ссылку на него в каком-нибудь посещаемом месте. Бывают серверы ломают, спам сервера, или сайт ломают, все это сломали, забился канал DOS. Место на диске. Самая частая проблема, это чувака вводит он за 2 года, 2-3 гигабайта, дай бог, а то и 5 или 10. А бэкапы тоже создаются на тот же сервер, опять же, один бэкап, 2 гигабайта, при VPS-ке он с 10 гигабайтами вместо на диске, через несколько дней, и все встанет. Так посмотреть, да, D, F, D, O, C, D, O. Основная проблема, с помощью которой, после которой пользователи пишут, говорят, что ребята, у нас что-то не работает, это MySQL перестает работать. Если MySQL перестал работать, первое, то забилось место. Вот, естественно, ищите файлы, удаляете, что можно, и делайте так, чтобы это не повторилось, да, ротация логов в бэкап на отдельной сервере и так далее. Закончилась перетевная память. Ну, ее просто мало, да, там 256 мегабайт, при этом базовые настройки Apache'а позволяют запускать там 128 процессов, каждый из которых сжирает по 10 мегабайт, но и вы понимаете, что это все не власть, а приходят злые боты и злые пользователи, и все встает. Вот, естественно, FreeTopPSAUX, да, PSAUX позволяет посмотреть информацию по процессам, например, сколько занимает там один Apache у вас в оперативе. Чем вообще грозит, не знаю, исчерпание оперативной памяти? Тем, что злой LAM-киллер начнет убивать процессы. Да, вот, так сказать, сервер завалился совсем, встроенный, по-моему, в ядро LAM-киллер пытается убивать самые такие тяжелые процессы. Это может быть, не знаю, как-нибудь в MySQL, MySQL, например, да. Хорошо, он его убил, но он его убил экстренно, а остался PID-файл. Остественно, пользователь перезагружает сервер, но у него MySQL не запускается, потому что считает, что он уже запущен. Вот, естественно, приходится это сбераться. Вот, естественно, чтобы найти в логе записи LAM-киллера, что он там убивал и когда убивал, вот, можно использовать такой гряпинчик, который пройдется по всем логам, потому что я не помню. Ну, в разных операционках там в разные логи пишется. Вот, и найдет записи. Нагрузка, она процесс. Бывают такие ситуации, например, ставится ESP-менеджер, и какой-то бот перебирает пароли по ESP-менеджеру через его страничку стандартную. И это дико грузит процессор, и все встает. Вот, естественно, опять же, топ-а-топ. Если там совсем все плохо, вы можете подключиться к NFC. Обычно хостинги предоставляют такую возможность и бить виновников, проанализировать логи и заблокировать на фейер-логе. Скачки посещаемости. Ну, единственный способ, да, это анализ бота-логов с постройкой топа, потом смотреть, кто это, что это. Есть несколько ботов, которые часто встречаются. Это Halefs, Bolex и наш новый любимый поисковик-спутник, если кто еще не в курсе. Все знают спутник? Соответственно, он какой-то такой, который очень сильно грузит систему, то есть, видимо, жесткий. Halefs и Bolex, они просто анализируют ссылки, кто на кого ссылался и так далее. Ну, в принципе, они вам никакой пользы не принесут, их можно уборчить. Плюс можно, например, на Nginx установить ограничения на количество соединений с одного API-шника, ну, и тогда спам сервера, да. Ну, бывает, опять же, ваш сайт взломали, если у вас сайт на Jumala, то полтора, рано или поздно его взломают, сто путнек. Такая бомба замедленного действия, и с вас начнут спамить, собственно. Ну, и могут расплатиться процессы как-нибудь с экзиму, например, и опять же, ну, по процессу будет плохая ситуация. Соответственно, в идеале вообще избавиться от Jumala-1,5 просто по-жесткому. Лучше их вообще не хостить. Соответственно, но если вас заставляют, там, очень жестко, с плеткой, то можно удалить региональный код и там потяните это все дело. В принципе, ну, при желании можно поставить какой-нибудь мод, то есть security. Говорят, он решает все проблемы от такого плана. Если ваш серверок все-таки взломали, да, была ситуация, когда у пользователя root был порой root. Я не знаю, зачем пользователь это сделал, но он это сделал. Соответственно, тогда, скорее всего, вам поставят какой-нибудь rootkit, который будет довольно тяжело найти. Но поискать можно, да, можно использовать антивирус кламалы и ArcoHunter. Можно почистить, но все-таки сервер после этого реально идеально работать не будет. Лучший способ это засетапить новую VPS-ку и перенести данные. Кто еще раз? Ну, ArcoHunter, у него, во-первых, есть база какая-то этих rootkit-ов, то есть он сравнивает ищет. А во-вторых, в идеале его бы ставить сразу на чистый сервер. Можно создать базу файлов и потом он сравнивает, как изменились, не изменились файлы. Ну, он парсит всякие утилитки, стандартные системы. Ну и плюс всякие такие... Ну, видимо, то, что он знает, где стандартные rootkits складывают, он там тоже смотрит. Ну и смотрит все утилиты. Он сравнивает чексум, он сравнивает MD5 сумму бывших файлов каких-либо, какие на текущий момент. И потом делает дельту. Если MD5 не совпало, то этот файл заражает. И сервер сформировал. Да, он просто выдает, собственно, все, что он делает, это он чекает. То есть там окей или ворунг. Можно, да. Да-да-да. Но я думаю, что вряд ли в дебине есть какая-то утилитка, у которой есть эти как-то базовые... Ну, информация, rootkit-ов. Да, то есть как бы в RQ-хантере, если бы можно было, я честно скажу, я не специалист, но мне кажется, если бы можно было так легко найти rootkit, то скорее всего RQ-хантера не было бы. Использовать систему предотвращения вторжения? Ну, да. Но это... Мы сейчас говорим о ВПС, которые используют обычные пользователи. К сожалению. Можно использовать эту систему? На практике? Да. У меня используется. На сколько у нее трафик? Трафик больше 10 гигабит. Что это пользуется? Из не пользователей сервера. Это кластер вычислительный. На ходу. А что за EDS? А? А что за система? Сейчас не вспомню, как она правда называется. Вы под ланчиком зададите ему вопрос. Поехали дальше. В общем, система, понятно, это вопрос очень такой животрепящий, потому что все это иногда... Всех иногда ломают. Соответственно, если ДОС, дай бог, если это небольшой ДОСик, то есть там с одной эпичной КВАК ДОСик, как бы вы его нашли. Даже если у вас ВПС, ну, не удается подключиться к ВПС, вы можете зайти по ВНС. Но если у вас ВПС он нормальный, мощный ДОСик, классический, на 10 ГБ. Вот, искажение, тупо вышестоящий, то есть КОСТинг обратится к вышестоящему провалю, чтобы просто все заблочить, заблочить IP-шник. И, соответственно, вы будете просто ждать, пока ДОС закончится, да, сутки простое. А если нельзя Ваш ХОСТинг, например, подключать, вам заградит материальной ответственностью? Если ты почитаешь публичную эффект любого ХОСТинга, ты поймешь, что ХОСТингу это ничем не грозит. Ну, в общем, классическая ситуация, да, то есть, если не можете подключить ПСС, подключаетесь к VNC, анализируйте, блокируйте и оптимизируйте к его, опять же, ограничение на количество подключений с одного IP. Если у вас, ну, все, как бы, ситуации прошлись. Если у вас WPS с так называемыми базовыми настройками, где там тупо Apache, то плохо бы добавить туда еще Nginx. он снижает как бы потребление оператива в первую очередь, ну, и немножко снимает нагрузку с Apache. А снять нагрузку с Apache всегда хорошо. Вот. Далее, неплохо бы код кэшер для PHP поставить. Ну, первое, конечно, выполнение скрипта будет, ну, стандартно медленным, но второе уже будет, второе и последующее будет быстрым, и это реально очень сильно ускоряет. Сейчас наверное можно рекомендовать использовать обкод кэшер. Обкэш стандартная прибуда PHP, которая недавно появилась. Она шустренькая и процессор грузит не сильно. Но в ней нет юзерского кэширования типа APCU. Соответственно, на APCU надо еще дополнительное ставить. Оптимизация, настройка патч. Там особенно ничего не пооптимизируешь, но можно отключить ненужные модули, которых обычно ставят в избытке. И можно, соответственно, потенять количество процессов. То есть вы смотрите, сколько у вас, с помощью PSAUX, смотрите, сколько у вас один процесс по патчу, в среднем, отъедает оперативы, смотрите, сколько у вас оператива, и отнимаете там процентов 20 на служебные нужды, и считаете. Соответственно, получившееся число ставить количество процессов по патчу максимально. Обычно в среднем пользователю 20-25 процессов вообще просто за глаза, они никогда не используются. Ну и на оптимизации настроек MySQL, опять же, кто спец, может сам из головы, а кто попроще, может использовать MySQL Tuner, и его предложения вполне дельные. То есть смотрят, что он предложил, подтюнили, перезапустили, подождали сутки, посмотрели, подтюнили, перезапустили. Так, это что-то не туда. Ну, дополнительно, если вам платят деньги за оптимизацию, а вы не просто саппортер в хостинге, можете вообще выкинуть в патч, поставить HPFG, плюс в Injimx это будет лучше. Соответственно, использование кэширования вообще везде, где только можно. Если у вас сайт на WordPress, поставьте плагин для кэширования, поставьте в код кэшер, можно запилить кэширование прямо в Injimx. Если, не знаю, ну, следующий пункт, установка собственных DNS серверов, он такой очень тонкий, на нем можно выиграть примерно, не знаю, 90 миллисекунд. То есть стандартно какой-нибудь бинт отвечает обычно за 100 миллисекунд, а есть по-моему, как-то DNS или что-то вроде того, не помню его звание. Он отвечает за 10 миллисекунд. Далее оптимизация запросов базы данных. Это более что-то админ, больше слегка программистская работа. Соответственно, можно включить лог медленных запросов, посмотреть, какие запросы работают медленно, проанализировать это дело, построить потом индексы. В принципе, это может ускорить работу сайтов без вмешательства в код. Ну и далее уже оптимизация кода сайта тоже пользователь. Потому что бывают ситуации, когда код просто в отстой, все работает медленно, потребляют кучу оперативов, как бы не изгалялись, быстро она работать не будет без переписывания. Но доказать пользователю, что его сайт отстой обычно сложно. Можете пострадаться, как бы показать объективные данные и убедить его в этом. Ну, собственно, и все. На первом сайте можно найти развернутый текст по этому докладу на менюшке справа, не ошибетесь. Эта презентация есть по ссылке по второй, по третьей ссылке моя страничка ВКонтакте. мне не хватает технических подкованных друзей в друзьях. Можете добавляться. Спасибо, и я готов ответить на вопрос. Вопрос, если есть. Как включить статус? Да. Собственно, в джинксе это локейшн в apache по-моему там блин, не помню. вы указываете путь какой хотите сервер статус обычно пишут. После этого внутри уже пишите статус он или в джинксе по-другому. Пишите кому разрешить доступ, с каких apache не стоит светить эту инфу. И потом просто открывается сайт слэш и тот путь, который вы указали в сервер статус. И если доступ вам разрешен, то страничка откроется. Я думаю, что они о них во-первых не о своей дамылины совершенно. Нет. 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 Я думаю, что те, кто знают, что это, они сами настроились. Я думаю, что это такой, да, очень философский вопрос. То есть, если хостер хочет предоставить максимуму сервису, в идеале он, конечно, должен бэкапить это дело. То есть, можно делать снапшоты и там хранить за неделю, например. Да, это место, конечно. В нашей компании бэкапы не делаются автоматом. Пишется пользователю, что пользователь вот инструкция настрой себе бэкапы. И предоставляется, да, предоставляется 5 гигабайт там места. Хочешь больше, плати деньги. Большинство. Я так понимаю, в презентации была виртуализация OpenWZ представлена. Почему не было слова про кто юз и что сервер не завалится в любом случае, если используется сфотшем, он начал выбрасывать сфотшем. Он начал тормозить, он начал слопаться, но есть ситуация, когда у вас съедается оперативка, которая начинает слопаться, а в том съедается слоп. Если мы позволим пользователям всем машинкам слопить вообще гигантски, да, это будет не очень хорошо. Выделяется какое-то количество слопа, да, то есть как обычно вы же делаете почему не разрешить пользоваться в своем контейнере виртуальном используя сфотшем? Пожалуйста, пользуй. Вместо VPS, 5 гигабайт жесткий, не знаю, гигагерц процессор, 512 оператива. Хорошо, пожалуйста, у него удвоится оператива, да. Ну и почему там OpenVZ такое не даст. OpenVZ, да, вот я и спросил, на КВМке хорошо, да, у вас вообще на КВМке вы можете сразу сетапить чуваку со слопом, но он тоже рано или поздно кончится. Понятно, а у вас какая-то польза используется? Ну, я в данном случае как бы не разделял, но используется например КВМ. С утечками павильки боролись или на гидравизме? Честно, не знаю, нет, я думаю, там сильно жестко ни с чем не боролись. Я понял. У меня такой вопрос. У меня например, база данных уже достигали 100 гигабайт. Предположим, у пользователя при MySQL дампе у вас в результате это ложится весь пластер. В результате вот того, что... это ВПС нет 100 гигабайт под базу. Даже меньше пускай, даже 10-гигабайтовая база может спокойно положить сервак при MySQL дампе. Ресурс ограничен это ВПС то есть у вас ограничен проц, у вас ограничена оператива. в картинере. Они закрыты в картинере и учат какие-то первые в картинере. У вас у меня на Ксении например? 7 леток. Если ограничен соединение с одного поставки, что делать на тем поиск, которые надо на все делать? Не понял. Ты ограничен что для погружения с водой и предлагаешь ограничивать соединение с одного ремешника. А если происходит в карбинар, то есть когда много польза за не меж Слушай, я специально не исследовал эту тему, но проблем не возникало. Вообще говоря, естественно, не стоит ставить там два соединения с одного API-шника, потому что даже в этом случае, ну, браузер, скорее всего, делает больше запросов, чем два в секунду одновременно. Поэтому для нормальной производительности лучше там ставить 7-10. И, скорее всего, при NATE, опять же, этого будет достаточно. Еще вопросы? Нет, на MSKLT, ну, вообще пофигу, да. Счетом того, что они, в общем-то, совместимы, он вам точно так же протянет на EDB, но специально он этого рекомендовать не будет. Если вопросов больше нет, тогда мы закругляемся и делаем 15-минутный перерыв. Да, всем спасибо. Собственно, у нас есть для автора лучший вопрос. Олег, вот кто, на твой взгляд, лучший вопрос задал? Небольшой набор сувениров. Это кружка с туксом, архив номеров журнала Linux Format и книжка тоже от Linux Center. Все это мы готовы подарить кому-то одному. За хороший вопрос после доклада, после каждого. Ну, да, я готов как бы не вопрос этот набор разделить, если ты расскажешь, кто тебе… Чьи вопросы тебе понравились, скажем так. Окей, ребята, подходите, призы ваши. Спасибо. 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 Спасибо.